Экстубация трахеи 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 Ларсена, введение небольших доз пропофола, 0,25 мг на кг, проводится масочная вентиляция под ДКВ. Но в случае, естественно, если это все стойко, то приводится релаксант, как было показано в предыдущем слайде. Отек дыхательных путей может развиваться как вследствие дыхательных воспалительных изменений, особенно при длительной вентиляции больше 36 часов, так и вследствие гематомы в области шеи. Отек порой сложно выявить заранее, и при подозрении на него рекомендуется провести прямую ларингоскопию, осмотреть верхние дыхательные пути, а второе – провести тест с утечкой. В течение 5-10 дыхательных циклов сравнивают выдыхаемые объемы с раздутой и с раздутой манжеткой. Разница меньше 10-15% позволяет заподозрить риск развития обструкции. Разумеется, вентиляция должна проводиться с контролем по объему, ни в коем случае не по давлению. Для уменьшения воспалительного отека рекомендуется использовать глюкокортикоидные гормоны в дозе эквивалентной 100 мг гидрокортизона каждые 6 часов. И введение следует начать как можно раньше и продолжить не менее 12 часов. Введение однократной дозы перед экстубацией совершенно неэффективно. Введение глюкокортикоидов неэффективно также при отеках, вызванных гематомами или нарушением венозного оттока. При развитии отека в дыхательных путях рекомендуется обеспечить ингаляцию раствора адреналина 1 мг в газовой смеси с высоким содержанием кислорода. Постабструкционный отек легких встречается в 0,1% в случае всех общих анестезий. Он чаще отмечается у молодых взрослых мужчин с высокой мышечной массой. Наиболее частой причиной является ларингоспазм, больше 50%. Отек легких также может развиваться при смыкании с челюстями пациента эндотрихиальной трубки или ларингеальной маски с полным перекрытием просвета. Выраженные инспираторные усилия при такой обструкции создают отрицательное давление в дыхательных путях. Это приводит к возникновению значительного отрицательного альвеолокапиллярного градиента давлений и выходу воды из капилляров интерстиции. Профилактика осложнений это использование прижимного валика или воздуховода вместе с эндотрихиальной трубкой. При развитии осложнения вентиляция с ПДКВ. Повышенный риск развития аспирации и регургитации связан с наличием сразу нескольких факторов. Это угнетение защитных рефлексов в дыхательных путях, раздувание желудка газом при избыточной масочной вентиляции, нарушение эвакуации содержимого желудка, накопление различного отделяемого в верхних дыхательных путях. С целью профилактики рекомендуется опражнение желудка с помощью зонда, аспирация содержимого из глотки и экстубация после восстановления достаточного уровня сознания. Неблагоприятные реакции сердечно-сосудистой системы чаще всего проявляются гипертензией, тахикардией, нарушением ритма. В большинстве случаев эта реакция кратковременная и не требует специального лечения. Однако у некоторых категорий пациентов необходимо полностью избежать таких реакций. Это обычно достигает фармакологическими методами введения масмолола, нитратов, магнезии, лидокаина, пропофола или же, как уже ранее говорилось, экстубации в состоянии глубокой анестезии. Недостаток запаса кислорода при экстубации, это такая тоже актуальная тема. Имеется ряд причин, они изложены на слайде. В результате как увеличивающих потребность кислорода, так и лимитирующих его поступления в организм пациента рекомендуется использовать прием повышения альвеолярного объема, такие как постоянное положительное давление в конце выдоха под ЭКВ и объем вдоха, соответствующий жизненной емкости легких. Ну и обязательно предварительная оксигенация 100% кислородом. Остаточная нервная мышечная блокада. У пациентов в состоянии анестезии оценивается по 4-импульсной ТОФ или титанической стимуляции. Здесь считается, что функция глотки не нормализована, пока индекс ТОФ, приводящий мышцы большого пальца, не превышает 0,9. Таким же надежным критерием адекватной декорализации считается 5 секунд стойкого титонуса в ответ на стимуляцию частотой 100 Гц. Клиническая же картина, оценка, вернее, включает силу, ну когда пациент в сознании, естественно, мюстимуляцию не очень приятно проводить для пациента. Поэтому ориентируется на клиническую картину. Она включает в себя силу пожатия руки, высовывание языка, возможность коснуться пальцем кончика носа и удержание головы в приподнятом положении в течение 5 секунд. При этом 5-секундное устойчивое поднятие головы считается стандартом, отражающим не только общую мышечную силу, но и, что более важно, способность пациента поддерживать и защищать проходимость дыхательных путей. Тем не менее, способность зажать смотровой шпатель между зубами является более надежным показателем тонуса между зубами. Ну, понятно, что его ребром надо ставить шпатель, поскольку трубка интерхиальная у пациента. Незапланированная экстубация обычно не включается в перечень осложнений. Очевидно, что она может как самостоятельно провоцировать их возникновение, так и значительно усугублять уже имеющиеся осложнения. В работе незапланированной экстубации у взрослых в критическом состоянии системный обзор и метаанализ авторы показали, что от 0,5% до 14% интубированных взрослых пациентов в отделении интенсивной терапии подвергаются незапланированной экстубации. Причем большинство из этих экстубаций являются самоэкстубациями. Ну, и можно ли повлиять на эту ситуацию? Ну, вот в работе многопрофильного медицинского центра ЧИМЭЙ было показано, что внедрение мер по профилактике незапланированной экстубации позволяет значительно снизить их частоту. Вот с 6, почти с 7 случаев на 100 пациентов на ИВЛ или с 9, так сказать, снижение, предсказать, с 7 до менее чем 1 случая на 100 пациентов или, так сказать, если пересчете на часы, находящиеся на ИВЛ, с 9 на 1000 часов ИВЛ до 1,36 на 1000 ИВЛ дней. В настоящее время общепринятой практикой, тактикой, вернее, в планировании проведения экстубации считается пошаговый подход и стратификация рисков. Ну, наиболее полно она отражена в рекомендациях Общества трудных дыхательных путей Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии, включая 4 этапа. Это планирование экстубации, подготовка к экстубации, осуществление экстубаций, последующие наблюдения и документирование имеющихся трудностей. Первый этап включает оценку дыхательных путей и общих факторов риска для определения, связанной ли экстубации с наличием риска или с низким риском. Экстубация с наличием риска. При данной экстубации есть существенный риск осложнений при необходимости повторной интубации. Имеются факторы риска со стороны дыхательных путей, затруднения при обеспечении проходимости дыхательных путей, ухудшение их состояния в процессе операции, ограничение доступа к дыхательным путям при окончании операции, наличие ожирения и риск аспирации. Также оценивают наличие риска общих осложнений, сердечно-сосудистых функций дыхания, неврологических, метаболических. Оценивают наличие особых хирургических или общей медицинских требований. На втором этапе проводят окончательную стратификацию риска экстубации, коррекцию выявленных общих нарушений, осложнений, подготавливают место для проведения экстубации, оборудование, средства мониторинга, собирать необходимый персонал. Проводят окончательную оценку и оптимизацию факторов со стороны дыхательных путей после окончания оперативного вмешательства и до экстубации. Оценка должна выполняться в логической последовательности. Первое – это верхние дыхательные пути. Важно учитывать, будет ли возможна масочная вентиляция, наличие отека, кровотечения, сгустка крови, травмы народных тел и изменения в дыхательных путях можно оценить при прямой или непрямой ларингоскопии. Необходимо помнить, что отек может прогрессировать очень быстро и ситуация меняется стремительно. Второе – гортань. Для оценки диаметра подгортанного пространства может использоваться тест с нейрометичной манжеткой, о котором я ранее уже говорил. Если клинические признаки позволяют предположить наличие отека дыхательных путей, следует соблюдать осторожность даже при наличии утечки воздуха через манжету. И третье – это нижние дыхательные пути. При сложной интубации или недостаточной оксигенации во время операции может потребоваться рентгенография грудной клетки для исключения интубации бронха, пневмоторокса или прочей патологии легких. Экстубацию с наличием риска проводят только в операционной. Во всех случаях решается, будет ли проводиться экстубация в сознании или в глубокой анестезии. Последняя методика требует специальных навыков опыта. При наличии риска определяется, будет ли удаляться интрахиальные трупы сразу, либо пациенту будет наложен трахиостомы или же экстубация будет отложена. Третий этап – это непосредственно осуществление экстубации. В случаях низкого риска экстубация в сознании включает в себя следующий этап, они изложены на слайде. Это приоксигенация 100% кислорода, аспирация секрета из глотки, установка валикоприкусывания, расположение пациента соответствующим образом, часто с приподнанным головным концом, введение токонистов мируалоксантов, достижение регулярного дыхания и обеспечение адекватной спонтанной вентиляции, минимизация движения головы и шеи, пробуждение, выполнение команд, например, цитратегейла, сдувание манжетки на фоне положительного давления, извлечение трубки, обеспечение подачи 100% кислорода и проверка проходимости дыхательных путей и адекватность дыхания. Экстубация с наличием риска в сознании проводит по тому же алгоритму. Существует еще несколько вариантов проведения экстубации у пациентов высокого риска. Но это замена антрихиальной трубки на ларингеальную маску, прием Бейла, проводится до пробуждения пациента. Экстубация составления трубкообменного катетера в дыхательных путях. Катетер вводит в трахе через интубационную трубку до экстубации. Катетер имеет тупой конец, отверстие на дистальном конце и боковые отверстия. Катетер является рентгеноконтрастным, по внешней поверхности нанесены маркеры длины введения. Они снабжены съемным 15-мм коннектором, который совместим с дыхательным контуром или коннектором лювера для других источников кислорода. Наиболее приемлемым для экстубации является катетером 11-14 френч с длиной 83 см. Их внешний диаметр 3,7 и 4,7 мм, что совместимо с интубационными трубками, имеющими внутренний диаметр 4-5 мм соответственно. Катетер с каналом для вентиляции у взрослого пациента не следует устанавливать на глубину более 25 см при ора-трахеальной интубации и 27-30 см при ора-трахеальной интубации. Катетер может быть установлен на срок не более 72 часов. И принципиально важным условием является свободный отток выдыхаемого газа из нижних дыхательных путей. Поток кислорода не должен превышать 1-2 литра в минуту. Обменные катетеры могут использоваться как направитель для интубационной трубки. Описано также использование катетеров для санации на загастральных зондов, но они не имеют недостатки. Оригинальная методика, предложенная в работе итальянских авторов, посвященная лечению дыхательной недостаточности у пациентов после операции на щитовидной железе. Пациентам через носовой ход устанавливалась безманжетная трахеальная трубка диаметром 5 мм. Ее дистальный конец располагался на 2 см, максимальный голосовых связок, а на внешне одевался голосовой клапан, чтобы регулировать направление выдыхаемого воздуха. Метод использован у 19 пациентов и оказался эффективным у 16. Троим пациентам все же потребовалась трахеостомия. Отложенная экстубация, поскольку экстубация является плановым процессом, то есть ли угроза рассложнения со стороны дыхательных путей крайне велика, выполнять экстубацию не стоит. Наиболее подходящим вариантом может быть экстубация, отложенная на несколько часов или суток. За это время отек дыхательных путей может разрешиться, чтобы повысить вероятность успешной экстубации. Это также наилучший вариант при недоступности опытного обученного персонала в течение периода наибольшего риска, например, поздно вечером. Четвертый этап – это постэкстубационный уход за пациентом и наблюдение. Он включает вся транспортировка пациента из операционной, на фоне постоянной подачи кислорода, передачи под наблюдение квалифицированного персонала, осуществление последующего клинического инструментального мониторинга. Важным условием профилактики постэкстубационных осложнений является адекватное обезболивание, желательно без выражения седативного эффекта. Необходимо тщательное документирование затруднений, связанных с удовлетворением проходимости дыхательных путей. О, и какие же дальнейшие шаги возможны в области повышения безопасности экстубации. Наряду с повышением уровня квалификации персонала, улучшением технических возможностей диагностики и лечения, это очевидно улучшение прогнозирования сложных клинических ситуаций. Уже сейчас для этого активно начинают использовать методы машинного обучения. Вот так практически подряд вышли две работы с шанхайских специалистов. 1 мая 2022 года, она приведена на слайде, разработка и валидация модели машинного обучения для прогнозирования гипоксимии после экстубации в отделениях интенсивной терапии. А вторая, тех же авторов практически, уже в январе 2023 года. Это разработка модели машинного обучения для прогнозирования неудачи экстубации у пациента с трудными дыхательными путями после общей анестезии при операции на голове, шее и челюстно-лицевой области. Ну и поскольку, как уже говорилось раньше, экстубация – это в подавляющем большинстве случаев плановые процедуры, то такой подход позволит еще точнее определить тактику введения конкретного пациента, уменьшить риски для его здоровья, снизить затрат на его лечение. Спасибо за внимание.